Добрый день! 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 Считаю ça! А «Алтайская правда» спрашивает «Уточните пожалуйста эти новые меры , введенные в связ с коронавирусом, каким-то образом будут зависеть от других льгот выплат, если семья их уже получает? Сколько таких получателей в регионе?» Вопрос от российской газеты как бы наоборот. С введение новых видов поддержки семей в период пандемии, сохранились ли все обычные выплаты, положенные семьям. Вовремя ли они выплачиваются? Нет ли проблем с их выплатой тем, кто получал эти деньги на почте, а не на счет? Я отвечу, наверное, в рамках своей компетенции. Меры социальной поддержки по указу Апрельскому и Маговичскому предусмотрены для детей, независимо от каких-то обременений дохода и так далее. Это граждане Российской Федерации и не имеют права получать эти деньги только родители, лишенные родительских прав. Все. Масштабы, я еще раз повторю, в пределах 400 тысяч наших детей в возрасте от 3 до 16 лет имеют право на единовременную выплату 10 тысяч. И в пределах 80 тысяч имеют право на ежемесячные выплаты апрель, май, июнь по 5 тысяч в зависимости от срока даты рождения ребенка. Некоторые семьи имеют право получать как 5 тысяч и получать 10 тысяч, если дети рождены в мае месяце до июня. Это принципиально. Никаких обременений. Второе. Мы, как пенсионный фонд, осуществляющий в рамках полномочий действия по назначению выплаты пенсии в полном объеме, осуществляем эти процедуры. Ежемесячные выплаты реализуем. Материнский капитал с теми инновациями с 1 января реализуем. Федеральные социальные доплаты с учетом индексации. Это никоим образом не связано с новыми выплатами и, естественно, не связано с теми ограничениями в части численности наших рабочих коллективов. Спасибо. Добавите что-нибудь. Да, я продолжу. Борис Александрович правильно сделает акцент о том, что меры, предусмотренные по линии пенсионного фонда, не зависят от доходов и какого-то статуса семьи. А вот наша мера поддержки от 3 до 7 лет, наоборот, предусматривает то, что семья должна быть малообеспеченной и их доход должен не превышать среднедушевой, установленный в Алтайском крае. Хочу сказать, что совокупный доход всех членов семьи на каждого не должен превышать на сегодня 10 194 рубля. Если ваш доход ниже данной суммы на каждого члена семьи, то вы имеете право на получение данной меры поддержки, что значит не зависеть от других выплат. Если вам ранее другие выплаты назначались или какие-то меры поддержки, они в совокупный доход будут учитываться. Но вместе с тем, если и это не позволяет вам преодолеть вот этот порог бедности, соответственно, право на данную выплату вы будете иметь. Эта мера действительно направлена на малоимущие, малообеспеченные семьи. И в продолжение хочу сказать, что все другие выплаты мы предоставляем в полном объеме. Никаких здесь задержек нет. С января по апрель более 2 миллиардов рублей мы направили на поддержку наших семей с детьми. И хочу сказать, что и дальше мы будем в привычном для наших получателей режиме производить все выплаты, которые им положены, соответственно. Это будет просто дополнительной мерой поддержки для семей, которые в этом нуждаются. Принципиальная позиция – это тема категории опекунов. Для этой категории предусмотрено личное заявление в управлениях пенсионного фонда не через портал госуслуг. Мы тоже с нашими коллегами отрабатываем, мы знаем поименно. И второе – на те средства, которые поступают на расчетные счета, у нас они все поступают на расчетные счета, открытые в банках. По апрелю месяца счета открыты в 12 финансово-кредитных учреждениях. Не распространяются меры карательные списания по обязательствам, допустим, от ресурсовиков, какие-то другие судебные решения. У нас были такие эпизоды, есть разъяснения Минфина, Центробанка. Мы объясняем всем нашим уважаемым, нашим партнерам, ни в коем случае не допускайте списания. С 5-10 тысяч такие эпизоды были. Я обращаюсь ко всем. Вдруг такие же эпизоды где-то будут происходить, мы отрабатываем в режиме онлайна. Спасибо. Дальше идем, коллеги. От Алтайской правды такой вопрос. Наши читатели жалуются, что трудно дозвониться на горячую линию. Либо сбрасывают, либо вообще не отвечают. Что делать в таких случаях, кому задавать вопросы, если они возникают? И можно ли продублировать этот номер телефонами специалистов? Вопрос верный, вопрос болезненный. Прокомментирую. Я уже ранее сказал, что по выплатам 5 тысяч, имеющим право на материнский капитал, было поздано заявление из 42 тысяч 99% через портал госуслуг. Мы увеличили численность операторов в региональном контакт-центре в два раза. Мы получаем звонков в режиме 7-24. Телефон работает 7 дней, 24 часа. С дополнительным обзвоном увеличили в два раза. У нас сейчас 20 операторов. Мы увеличили емкость звонящих до 60 человек. Но, учитывая категорию, кто нам звонит, в том числе звонят нам и пенсионеры, средняя продолжительность разговора 6 минут. Естественно, наплыв получить консультацию, мы даже максимально считаем, вот если мы получаем на одного оператора 100-120 звонков в день, мы можем дать консультации, вот 20 человек по 120 звонков, максимум 5 тысяч, массив 440. Увеличить еще количество операторов мы посмотрим, но эту проблему не решим. Спасибо тоже партнерам МФЦ, начали с позавчерашнего дня, тоже практически первые по России принимать эти заявления. Мы работаем через клиентские службы, по предварительной записи в пределах 3 тысяч, но давать дистанционные консультации, занимать линию, мы готовы использовать другие каналы. С моей точки зрения, мы принимаем это замечание, но давайте выстраивать достаточно современные коммуникации с точки зрения консультирования. Я подчеркиваю, консультирование, тем более мы имеем денежные средства, финансирование. Я думаю, вот этот ажиотаж, особенно по городу Барнаулу, уже спадает. По контакт-центру пока нет. Будем работать. Спасибо. Пожалуйста. На базе Министерства социальной защиты также организована работа телефона «Горячая линия». На него поступило уже более 18 тысяч звонков. После того, как новая мера в полном объеме заработает, мы готовимся к тому, что число звонков, конечно, увеличится. 27 36 01 телефон контакт-центра министерства. Мы готовы ответить на все вопросы, но как наши партнеры, конечно, просим отнестись с пониманием, что если мы не сразу сможем ответить на ваш звонок, и во всех территориальных управлениях соцзащиты, а их 50 во всех муниципальных наших крупных районах, также есть управление социальной защиты, МФЦ, и мы, конечно, всей нашей армии работников готовы помочь каждому, проконсультировать, и еще раз говорю, не возникнет вопросов, если вы правильно заполните заявление, и в статусе того, что если вам не будет отказа на выплате в течение определенного количества времени, 10 дней у нас на принятие решения, если на все запросы поступили соответствующие ответы из всех межведомственных источников о том, что вы все заполнили правильно, и ваши доходы подтверждены, соответственно, через 10 дней мы назначим выплату, и ее перечислим вам на расчетный счет. Поэтому будем тоже работать, готовимся, и сотрудники, и специалисты наши во всех городах и районах края с тем, чтобы действительно снять напряжение. Первое время оно возникнет, но еще раз говорю, право есть до 31 декабря, давайте отнесемся с пониманием, обязательно всем, кому положено, назначим и выплаты произведем. Еще одно замечание по этому вопросу. Мы отработали практику по первому указу. Заявление поступает в течение двух суток. Заявитель может видеть на портале госуслуг статус. Заявление принято через 5 дней в соответствии с нормами срока закона. Заявление отработано, положительно или отрицательно. По 10 тысячам такого статуса еще нет, но 2-3 дня, я говорю, наша территория пилотная, и мы тестируем все эти особенности инструментарные, я думаю, уже с понедельника статус, я называл цифру где-то, 200 тысяч наши уважаемые заявители увидят. Заявление поступило, отработано положительно, отрицательно, и дальше коммуникация. Спасибо. Буквально несколько слов еще добавлю, это тоже важно. Иногда заявители будут переживать, что с их заявлением, не нужно писать десятки повторных, то есть одного заявления достаточно, вы наоборот, если напишите несколько раз, они встанут в очередь и усложняют процедуру принятия решения, мы будем по каждому делать запрос, поэтому правильно заполните заявление, одного раза достаточно, от одного законного представителя, от несовершеннолетних детей, в заявлении вы указываете всех, своих несовершеннолетних детей, подпадающих под этот возраст, указываете их свидетельство о рождении и прочие, все там исходные данные. Поэтому несколько раз, ну для точности, скажем так, экспериментировать не нужно, нужно подать одно заявление, и по нему будет принято обоснованное решение. Я позволю еще одну, я понимаю, быстрее сегодня, лучше вчера, но мы с Натальей Владимировной так смотрим на перспективу и понимаем, что вполне вероятно, процентов 30 наших семей не имеют возможности подать по ряду объективных, субъективных, нет интернета, не обучены, не знают. И наша задача с органами местного самоуправления, имея персонифицированную базу по району, по сельскому совету, донести эту информацию через личный контакт, через СМС, чтобы они воспользовались до 1 октября. Вот это будет на порядок тяжелее, если, имея деньги, имея право, кто-то до 1 октября не отработает. Все, что касается с 1 июня, и я уверен, у Натальи Владимировны, у нас, ну, пойдет с какими-то, естественно, техническими погрехами. Но вот 20 процентов, мы уже по первому массиву вынуждены были звонить, СМС, идите, пишите заявление. Это та категория, которая медленно идет. Понятно. Коллеги, все, больше нет добавлений? Нет. Нам в WhatsApp пришел вот такой вопрос, вот радио ГТРК Алтай. Просят, Наталья Владимировна, у вас уточнить, все-таки, с какого периода начнется прием заявлений на выплату детям с 3 до 7 лет? С 20 мая или с 20 июня? Прием заявлений мы ожидаем. Мы уже подали заявку на федеральный центр. Мы ждем, что нам откроется эта возможность. После 20 числа на портале госуслуг будет возможность заполнить заявление. После 20 мая? После 20 мая будет возможность подать данное заявление. 10 дней на принятие решения. Поэтому к 1 июня те, кто правильно сформировал свое заявление, и оно нам поступило, мы уже отработаем. И с 1 июня мы приступим к назначению выплат. Поэтому мы в режиме повышенной готовности. Надеемся, что сегодня нам этот доступ откроют, и завтра уже наши получатели смогут заполнить эти заявления. Вчера был селектор министерства. Если вдруг допускается, надеемся, что нет, будут какие-то сбои, то с 20 по 25 точно уже такая возможность будет. Но мы надеемся, что все-таки в установленные федерации сроки после 20 мая заявление можно будет подать. Спасибо. Следующий вопрос от «Российской газеты». Вопрос такой. В связи с ухудшением финансового положения многих семей не планируется ли расширить их поддержку с помощью социальных контрактов? Насколько была востребована такая помощь в крае до пандемии и не выросли спрос на социальные контракты в период самоизоляции? Спасибо за вопрос. Действительно, мера поддержки за счет социального контракта в Алтайском крае набирает обороты. У нас мы предполагали заключить 1500 контрактов. На сегодня уже почти 1200 контрактов мы заключили с нашими гражданами. Спрос увеличился, и он изменил крен. Это не на развитие там какого-то своего индивидуального предприятия или какого-то частного бизнеса, а именно люди заключают социальный контракт, чтобы получить новую профессию, пройти переподготовку и с дальнейшим гарантированным официальным трудоустройством. Здесь мы ведем совместно со службой занятости совместную работу, предлагаем нашим обратившимся востребованные на рынке труда профессии с тем, чтобы человек прошел переобучение и, соответственно, гарантированно получил работу и доход. И нужно сказать, что и средства краевого бюджета также предусмотрены, поэтому все граждане, которые у нас обращаются, мы, конечно, рассматриваем. Но пандемия внесла свои корректировки. Я имею в виду, что те, кто ранее получил соцконтракт и планировал какие-то свои по развитию, действительно возникли некоторые сложности, потому что многие хотели открыть, например, какие-то парикмахерские услуги или те же косметические услуги. И вот в период именно пандемии эти услуги были вне доступа, закрыты, и поэтому, конечно, сегодня спрос на вот такой вид деятельности и заключения социального контракта, здесь мы видим, конечно, наоборот, спад и уменьшение. А вот по переобучению трудоустройства, да, спрос есть, и мы здесь с гражданами индивидуально будем отрабатывать. Спасибо. Следующий вопрос. Информационное единство МИТЭЛ. Наталья Владимировна, вам вопрос. Закон предусматривает разовые выплаты по 10 тысяч рублей детям в возрасте от 3 до 16 лет. Те несовершеннолетние, кто оказался старше, остаются без денег. В отдельных регионах эту несправедливость решили устранить. Так глава Крыма Аксенов распорядился выплатить по 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 16 до 18 лет. Намерены ли краевые власти подследовать данному примеру? Ну, я хочу сразу сказать о том, что все-таки это мера федеральная. Деньги на эти цели предусмотрены федерального бюджета. С учетом того, что мы видим большой запрос от наших заявителей, имеющих детей в возрасте от 16 до 18 лет, мы транслируем в федеральное министерство о том, что есть такая необходимость, есть такой запрос. И просим рассмотреть возможность увеличения данной категории получателей. Если такое решение будет принято на федеральном уровне, то мы будем его, соответственно, исполнять. На сегодня пока мы ждем, какое будет решение на уровне федерации принято в отношении детей в возрасте от 16 до 18 лет. Я могу так пока прокомментировать данный вопрос. Спасибо, коллеги. Еще два вопроса у нас осталось. Значит, вопрос от информационного агентства Интерфакс. Скажите, пожалуйста, есть ли данные о том, сколько семей в Алтайском крае оказались в сложной жизненной ситуации из-за потери работы или зарплаты в период распространения коронавируса? В регионе ведется сбор благотворительной помощи для таких семей. Насколько активно жители региона помогают в такой период и на что конкретно будет направлена эта помощь? Отвечу на этот вопрос. Значит, по сведениям Управления по труду и занятости, с 1 марта в Алтайском крае признаны безработными и как потерявшими работу более 6 тысяч человек. Поясню, что в соответствии с поручением президента именно для этих категорий людей еще и предусмотрена выплата на несовершеннолетних детей, на 5 тысяч детей, родителей, которых потеряли работу, уже также выплаты произведены в Алтайском крае. Поэтому мы, конечно, понимаем, что в целом это количество людей значительно больше, но официально признаны безработные, подтвердили свой статус, более 6 тысяч человек в Алтайском крае. Именно по этим гражданам производятся выплаты пособия по безработице в повышенном размере, она составляет более 12 тысяч рублей, и они официально признаны находящиеся в трудножизненной ситуации в период пандемии. Все другие граждане, которые не заявлялись или не подпадают под условия признания безработными, действительно обращаются в органы социальной защиты населения. Мы увидим рост числа обращений и за материальной помощью. Более 600 заявок только за несколько месяцев мы отработали и оказали материальную помощь нашим получателям. Кроме того, мы, пользуясь случаем, хотели бы поблагодарить и сказать, что у нас достаточно отзывчивое, несмотря на экономические трудности, предпринимательское сообщество, бизнес, различные общественные и некоммерческие организации, которые откликнулись и помогают нам и нашим малоимущим семьям, чтобы мы им оказывали своевременную помощь и продуктами питания, и финансовая помощь, сбор ведет средства, детский фонд нашего Алтайского края. Поэтому хочу сказать, что в целом мы более 17 тысяч семей по разным направлениям поддерживали, которые обращались в наше управление соцзащиты, в комплексные центры. И эта работа не завершена, мы дальше будем ее продолжать и поддерживать. Это имеет, скажем так, работозаявительный характер. Мы действительно, так складывается обстоятельства, вынуждены посмотреть на предмет получения различных других наших выплат. Потерял ли действительно человек работу, находится ли он в трудной жизненной ситуации, и даже помогая ему регулировать где-то вопросы с банками, с тем, чтобы произвести рефинансирование или отсрочку платежей. Поэтому это индивидуальная работа, но она ведется со всеми нашими гражданами и семьями. Но хочу повториться, что ни одна из мер поддержки не отменена, все они предоставляются в срок, поэтому наши получатели все равно и те, кто признаны нуждающимися, своевременно получают поддержку из федерального или краевого бюджета. И мы будем дальше продолжать поддерживать, в том числе за счет материальной помощи, продуктовой помощи. И были приняты решения по поддержке семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. И по многодетным семьям мы отработали всех, кто имеет семьи более детей. Мы в первые недели, когда случилась трудная жизненная ситуация, мы также отрабатывали. Поэтому здесь работа ведется, скажем так, разноплановая. И спасибо всем, кто откликается и действительно жертвует на благо наших жителей Алтайского края. Потому что не только краевой бюджет и федеральный, но и мы привлекаем и другие внебюджетные источники для помощи, в первую очередь, семьям с детьми. Спасибо. Я поторопился сказать, что два вопроса осталось. Вот нам еще один вопрос прислали в чат. Российская газета просит уточнить. Те, кто оформил соцконтракты на парикмахерские, а салоны красоты и не может их сейчас реализовать, будут ли пересмотрены условия контрактов или продлены сроки их реализации? Да, конечно, форс-мажорные условия предусмотрены. Мы обязательно пойдем на то, чтобы продлить действия социального контракта. Никаких санкций или удержаний в отношении наших получателей, конечно, не будет. Мы, напротив, заинтересованы с тем, чтобы они, самое главное, по целевому назначению использовали предусмотренный объем средств. В целом, хочу сказать, что это больше 240 миллионов рублей из федерального бюджета только нам поступило. И поэтому мы все эти деньги распределим между нашими получателями. И, в конце концов, мы должны достичь главной цели, что те, кто получил социальный контракт, они должны преодолеть тот порог бедности, который был условием для заключения социального контракта. То есть семья была малообеспеченной, и за счет того, что мы дополнительно им предоставили финансовую поддержку, они нашли ту поле деятельности, которое позволило им увеличить свой доход. Здесь, конечно, мы будем дальше с семьей менять их программу выхода из трудной жизненной ситуации и добиваться того результата, на который направлен социальный контракт. Поэтому на сопровождении сотрудников органов социальной защиты находятся более 1200 наших получателей, и мы дальше до конца года также будем продолжать эту работу. Спасибо. Коллеги, еще один вопрос. Лиски рабочие его задают. Для начисления многих пособий и получения субсидий необходимо указывать общий доход семьи. Будут ли в эту сумму включаться 10 тысяч рублей на ребенка или другие президентские выплаты? То есть не получится ли так, что получив помощь от государства по одному направлению, семья может лишиться помощи по другим направлениям? 10 тысяч, которые предусмотрены президентом, и 5 тысяч, которые тоже на поддержку семьи с детьми, в доход учитываться не будут. Но все другие меры поддержки, которые были назначены и предусмотрены ранее, я хочу сказать, что это и субсидии, и стипендии, и другие меры поддержки, выплаты, они в доход включаются. Кроме того, для всех наших будущих получателей, чтобы не удивлялись, и от продажи от имущества, автотранспорта, это также включается в доход, и получение пенсии, в том числе и на детей с ограниченными возможностями, это все входит в совокупный доход. Поэтому мы берем расчетно за 12 месяцев, будет учитываться доход, и поэтому, конечно, это нужно принимать во внимание, сейчас уже просчитать, каждый может и понимать, если, как я уже говорила, ниже 10 тысяч 194, то право вам будет определено. Если превышает, к сожалению, данная семья не будет признана малоимущей, и именно только по выплате от трех до семи, соответственно, будет отказ. По всем другим, независимо от дохода, выплаты будут произведены. Спасибо. Коллеги, вопросы закончены. Благодарю спикеров за ответы на них. Спасибо. Спасибо. Игоря. Актина. Увидимся. Спасибо.